Добрый день, дорогие друзья! Сегодня необычный формат видео. Я думаю, что вы уже догадались, что я нахожусь на барахолке, блошином рынке или ярмарке, сделанном в СССР. Сегодня 6 января. И сегодня здесь собрались поклонники Никиты, звезды ТикТока и интернета. Никита уже давно дружит и сотрудничает с Валерием Архиповым, директором этой площадки и президентом Союза коллекционеров России. Я был ошалел, когда он начал говорить о том, что он знает, что у него есть, что он ремонтирует. Ну, я думаю, говорить-то мы все можем, да? В итоге, когда он что-то сделал, будучи пацаном... А, Борис Борисович! Вот он сидит здесь, закончивший Бауманку. Когда я ему подошел, у меня был Филипс. Я говорю, Боря, сделай, пожалуйста, мне этот Филипс. Он посмотрел, говорит, ты что, я его не смогу сделать. Там такая схема. Я отдаю Никите. Он говорит, можно я его домой заберу? Я говорю, да, можно домой забирай. Он мне приносит его через два дня, рабочий. А Боря подходит и говорит, Никита, а ты как его сделал? Он говорит, ты что, Борис, у меня же схема есть. Я так на тебя не упаду. Вот, поэтому все, что касается... Ну, вы видите, сколько грязи льется в интернете, да, что в Инстаграме, что в ТикТоке. И мне очень... Я ему многое не читаю, многое не говорю, потому что, ну, не стоит ранить психику молодого человека. Поэтому хочу сказать, что вот он при вас как бы живой. Я думаю, там, кто нас смотрит сегодня, который мы выложим этот пост, тоже вот я хочу, что он здесь. Он нормальный совершенно. Не надо говорить, что он там старик, что он там, не знаю, больной и так далее. Ну, единственное, у него была проблема с ботинком, это правда была, он ее на изоленте. Он когда сегодня пришел, но это, чтобы вы понимали, это вторая обувь. То есть он приходил сюда, одевал этот ботинок, который перемотан был изолентой, но ему очень удобно у него ходить, ну, что сделать. И я сегодня его заставил в этой, мы все-таки в винтажной моде. На него очень тяжело подобрать одежду, чтобы вы понимали. Это не из-за того, что мы не хотим, из-за того, что мы не можем. Я сейчас скажу, а потом вы можете задать ему вопрос. Этот человек, он не просто живет тем временем, он одевается, как там. Он не оденет пиджак современный, он не оденет джинсы современные, он не оденет ботинки современные, поэтому его очень тяжело одеть. Вот этот костюм был шит на заказ, там, одним нашим приятелем, вернее, его приятелем, ну, и моим знакомым. Моим товарищем. Твоим товарищем, да. Ну, и моим приятелем тоже. Я, кстати, раньше, чем ты его знал, чтобы ты понимал. Прекрасный костюм, прекрасный. Костюм обалденный. А как ему идет? Да, идет. По поводу слов, которые там говорят, что от него пахнет, как от деда, что он неопрятен. Да, у него неопрятность есть, но это не из-за того, что он неопрятен. Из-за того, что он гений. А из-за того, что хамят. Ну, не хамят, начинают материться, начинают там говорить какие-то очень нехорошие слова. Я их сразу блокирую, потому что с ними разговаривать бесполезно. А хейтеры – это нормальные люди, которые… То есть хейтер, если у вас есть на канале хейтер, это говорит об успешности вашего канала. Кстати, хочу сказать об успешности. Тикток у нас сейчас там порядка 770 тысяч. То есть скоро-скоро будет миллион. Лям. Миллион, да, лям подписчиков, правильно. Но хочу отметить, что когда-то мы его открыли, ну, то есть оформили. И я помню, снял первый раз Никиту. Ну, я не знаю, это был шестой или седьмой пост. И, знаете, для меня было откровение… Нет, для меня, может, не откровение, просто потому, что я к нему привык. А для других людей это было настолько поразительно. Этот человек, который мог говорить не так, как все, жестикулировать не так, как все, одеваться не так, как все, делать не так, как все. И, соответственно, этот пост набрал миллион просмотров. Ну, блин, я даже, честно говоря, у меня такие цифры в голове никогда не мелькали. Вот. И, соответственно, я… Ну, мы начали сниматься. То есть он когда-то снимается, когда-то не хочет, когда-то говорит, я не хочу. Все говорят, да вы на нем делайте, да я на нем ничего не делаю. Я хочу сказать, у нас своя есть клиентура, у нас есть свои люди. Вот я сейчас специально созвал, ну, пригласил людей, кто хочет прийти. Я вижу, здесь у нас есть и в возрасте, есть и в молодежь. Ну, то есть есть те, кто знакомы, есть совершенно незнакомые мне люди. Но, как бы то ни было, мне очень приятно. И хотел сказать, что Никита… Я просто его снимаю, потому что это нравится людям. Просто потому, что нравится. Не потому, что я хочу для меня, сама цель, там, набрать подписчиков, там, что-то, я не знаю, пригласить в магазин. Поверьте мне, у нас здесь, на нашей площадке, у нас очень динамично пребывают люди, покупатели. Не потому, что здесь Никита… Кстати, Никита в последнее время филонит, потому что он очень редко приходит. А из-за того, что просто мы ведем правильную политику в отношении к нашим гостям. Ну, как бы вот он, наш виновник сегодняшней встречи. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, что он счастливый человек, потому что ему удается жить так, как он хочет. Он сам живет, на него вот эти вот влияния не оказывают, все остальное, понимаете? Он молодец, вот просто… И поэтому и смотрят, что ему в наше время удается быть индивидуальностью. Индивидуальность, непросто сказать. Ну, некоторые называют его фриком, может быть, это недалеко… Нет, это индивидуальность. Может быть, это недалеко от истины, потому что… А я считаю, что фрик – это совершенно нормальный человек, который не похож на других. Да. И у него своя жизнь, и когда мне… Раньше я откусывался от всех, а сейчас мне просто надоело. Потому что, во-первых, стало больше сообщений, а во-вторых, мне просто надоело, чисто по-человечески, от каждого откусываться. Я всегда говорил, я сам себе, хотя я считаю, что я его воспитатель, да, последние там 6 лет, ну, не только родители, да, но и я тоже. Я своей ногой не встаю в его вот это вот, в его личное пространство, потому что его личное пространство – это его личное пространство. Нравится он мне, не нравится, но факт в том, что он на самом деле, правильно Мария сказала, это индивидуальность. Причем индивидуальность, у него есть платформа, у него есть базис. Это не просто индивидуальность, которая, ну, за своими плечами ничего не имеет. Человек, который ремонтирует ламповую аппаратуру, знает цены на более чем 150 приемников, радиол всевозможных из Советского Союза. Блин, дай мне сейчас задачу. Я, во-первых, их не найду, сколько они стоили, а во-вторых, я просто не запомню. Вот, поэтому… Там есть стержень, понимаете? Да, блин, это нужно ему отдать должное, вот он такой. На самом деле, вот одно из моих желаний в сегодняшней нашей встрече, это было именно развенчать всех тех хейтеров, которые там говорят. И под их влияние же подпадают и нормальные люди, потому что они думают, там один с головой от него пахнет, как от деда, а другой подумал, а может и правда пахнет, как от деда. И все, и началось это, потому что человек, он подвержен влиянию там определенному. А еще раз повторюсь, мне просто некогда и не хочется с ними уже бодаться. Я уж не говорю про других, более злых людей, которые я просто не хочу, я их просто блокирую. Благодаря своей увлеченности он не подается никакому влиянию. Как бы на него не давили, он всегда себе на уме. Поэтому не надо говорить, что он мягкотелый, он знает, что ему надо. Мягкотелый, но мы на него все равно давим, потому что если бы мы не давили, то я не знаю, что бы из него получилось, потому что были у него векторы определенной направленности отрицательные. Нет, я уже заметила, что он не очень-то падающий. И сейчас он, вот посмотрите, вот он какой. Да, он знает, что он делает. Я считаю, что он вырос в нормального пацана, на которого можно положиться и пойти с ним в разведку. Да. Он такой большой стал, это вообще, его невозможно сдвинуть уже, он выше меня. Я и говорю, это проблема еще в его одежде. А что это я все говорю? Давайте-ка это, спросите его, что-нибудь. Никита. Пожалуйста, я слушаю. А сколько тебе лет? Мне 18 лет. А, ну правильно, как раз я сижу считать. Он родился 2005-05-05. Пятый участок. Пятый участок. Мы были с ним на первом канале, передача называлась Видели видео. И вот когда он все это сказал, там же сидят все эти элиты наши. Да, они, о, и когда он сказал, пятый участок, там все просто расплылись. Я же там находился, поэтому я видел. А планы какие у тебя? Ну, планы это, наверное, что-нибудь придумать, например, какие-то приемники какой-нибудь. Понятно. Нет, учиться ты дальше будешь? Пойдешь куда-то в техникум? Нет, учиться я уже не буду. В техникум никакой уже не хочешь. Потому что есть некоторые проблемы с пониманием данного вот этого. Как раз... Ну, иногда больше знаешь преподавателей, понятно. Да, да. Вы знаете, я отучился в институте. Ну, да, он какую-то базис дает определенную. На самом деле, я даже корпусу эту не достаю ни разу. Вот, поэтому... Как говорится, Эйнштейн тоже был троечником вообще. Что за хайтером? Ну, это Эйнштейн уже. Да. Так, еще, пожалуйста, задавайте вопросы. На тебя кто оказал самое большое влияние? Ну, это дедушка. Да, потому что он часть своей жизни, когда я уже помню хорошо, значит, он и разговаривал таким образом, он 32-го года рождения, вот, он и, значит, вёл такой быт, значит, как положено в таком возрасте. Вот, и, как бы, и вот мне показывали всякие вещи интересные, там, например, телевизор, например, как вот... Ну, да, вот эта вот любовь к технике, да, привил. Книги какие-то там, в общем, он книг мало считал, но знал, он много чего мог рассказать, он работал на космическом предприятии имени Хруничева, и он там и работал, проработал всю жизнь. Серьезно, в технике это он тебя приучил, вот именно копаться в этих... Так, ну, Дима, а ты что снимаешь-то? Ты вопрос-то задай. В каком возрасте ты начал ремонтировать это, всякие вещи электрические? Ну, это где-то, ну, наверное, где-то около 10 лет, вот, получилось так, что, вот, я начал, там, гирлянда у нас какая-то была нерабочая, я её открыл, там, чемодан, я даже не знал, как открывать чемодан, я выломал замок, отверткой, открыл, а там гирлянда лежит, опа, не работает. Ну, я начал лампочки, там, соединять, это перебирать, но она работала всё-таки, ну, беспосредственно, конечно. А вот инструкции, да, откуда берёшь? Ты же говоришь, что, да, видишь старые инструкции, собираешь по ним схемы. Они здесь попадаются, я забираю. А, понятно. Да, мы ему даём эти инструкции, но у него и самого есть. А потом у меня есть, это, кто меня знает, там, сверни саживаю, там, там есть. А, ну да, ты же среди своих, у тебя же свои там друзья. Всё понятно. А как ты здесь оказался, первый раз, как ты здесь начал работать? А, это получилось, это я с мамой, значит, пошёл, ну, я купил машинку, значит, за 200 рублей у армянинов. Вот, они, значит, ну, как бы, она, видно, она была в таком состоянии хорошем, в общем-то, и я думаю, ну, надо её перепродать, значит. Потому что у меня уже много было предметов, которые, они у меня просто оседали в квартире, и ничего с ними я не делал. Вот, просто стояли, и куча, и потом либо отвозились на дачу, либо в какие-то там гаражи, в общем-то, ну, естественно, оно всё там, это превыходило в негодность. И поэтому я нашёл в объявлении на ВИД, что есть такое место на электро... Даже там, на Кристалле, да, это недалеко там от Курской, вот, и, значит, туда мы поехали с мамой и продали эту машину. Короче, он мне впарил эту машинку в первый раз. А потом там на холодильнике, там здесь такой стоял холодильник, там, ну, про Иру здесь стоял вот такой, я увидел, это мне очень понравилось. Молодец, значит, и предпринимательская жилка тоже у тебя есть. Ой, вот, есть, есть, чтобы мне впарить машинку. Да. Да не, я шучу, на самом деле. И в тот момент вы познакомились. Да, да, но я тогда ещё его не приметил, а приметил я его, я как его приметил, и сразу первый раз снял. Вот я говорю, было три раз с летом. Это получилось, когда я у вас как раз... С папой-то говорил. Да, Волгу у вас хотел купить. Да, 21-ю. Ну, он заработал денег тоже. Не, у меня был радиограммофон, да, этот Волга. С магнитопоном, да? Да, да, с проигрыванием. Да, Казанский. Ну, вот так вот. Спасибо. Говорите. Да, Никита, скажи, где-то там... То есть ты изучаешь какие-то специальные книги, да? Не, я это не изучаю, я просто мельком так прочёл, понял, всё, всё, закрываю и ставлю назад. Мне понравилось, что ты, во-первых, о каждом изделии рассказываешь, с какого года какой выпускался, какой завод. Вот, ну, всё так прям преподносишь очень красиво, молодец. Так что старайся, вот. Чем ещё увлекаешься, скажи, пожалуйста. Ну, это общественный транспорт. То есть помимо радиотехники, чем ещё увлекаешься? Общественный транспорт. Транспорт, пожалуйста. А ты изучаешь? Шрез дорога. Да. Автобус. Это по моей теме тоже. Молодец. Вот, потом нравятся опоры электропередачи. Тоже изучаешь, мощность какая-то, как крепится, как всё это. Можно я, можно я. Вот, что значит память ассоциативная? Я два года назад на Новый год сделал для детишек конкурс. Вот мы специально взяли две доски, и здесь дети рисовали то, что хотели рисовать. Что-то я не пойму, не помню, какую тему мы... Подошёл Никита. Вы думаете, что он нарисовал? Он нарисовал эту вышку электропередач, вот эту вот... Анкерную. Анкерную, да, причём так детально. Я прям, я Никита, что... Я сначала думал, ёлка, а потом понял, что это вышка. Вот, из песни слов не выкинет. Репертуар очень интересный, опять же, ему. Репертуар очень интересный. Продолжение следует...